Хорошая игра в плане защиты, основная задача была выйти и агрессивно отзащищаться, постараться закрыть все взаимодействия соперника. Первые где-то получалось, потом химик забил несколько бросков открытых, почувствовали какую-то уверенность, начали нас догонять. Сделали некоторые корректировки в перерыве, на вторую половину вышли еще агрессивнее и за счет защиты, я считаю, мы выиграли эту игру. Была агрессивная защита, соперник допускал ошибки, за счет агрессии мазал какие-то свои броски, у нас получалось убежать, забить хорошие легкие очки, транзишн очки. Слава, лично ты после таких иных затратных матчей успел восстановиться, ну, наверное, прежде всего в национальном плане? Ну, понятно, что есть какая-то усталость от игр, от переездов, но мы уже играем так сколько, в два или три месяца в таком режиме, поэтому где-то уже привыкшие, где-то подготовленные. Поэтому, как говорится, грех жаловаться, лучше играть, чем тренироваться. Я думаю, что мы контролировали игру с начала, я думаю, что мы контролировали игру, и мы играем против хорошей команды, мы их уважаем. Я думаю, что больше, чем мы контролировали игру практически всю игру, мы держали контроль. Каждый раз мы приходим после перерыва, мы дали много игроков для нашего команды, как четыре игроков. Это иногда может быть проблематично в первой части, но я думаю, что сегодня, в первом этапе, мы играем хорошо. Мы играем немного ростов, но играем хорошо. Я думаю, что после этого небольшого перерыва в национальных сборных очень тяжело выходить и играть, так как у некоторых игроков, которые не учатся в национальной сборной, нет уверенности. В целом, мы, в первую половину игры, играли довольно неплохо. Я думаю, что в вторую половину мы играли гораздо лучше. И я могу успеть распределить минуты, чтобы играть в первую половину. И в вторую половину игры, я думаю, что мы играли довольно хорошо в защите. Большую часть играли в защите. Я старался распределить игровое время между ребятами, чтобы дать возможность играть всем. Слава сказал, что в большом перерыве произошли большие перестановки. Вы перерыв можете как-то критизировать? Слава и его интервью говорили о том, что вы изменили в нашем игре. Поговорите о том? Мы изменили какие-то решения на защите, на пик-н-ролл в вторую половину. Потому что у нас есть проблемы с номером 1. И цель просто помехать здесь. Мы сделали какие-то переустановки. Это в игре как кин-ролл. И немножко о защите. Так как у нас были большие сложности с первым номером. И необходимо было делать вот такие коррективы. Саша Рипа получил плановые. Если бы у него были какие-то проблемы. И второй вопрос тоже по персональному. Можете ли рассказать о примерных сроках рождения в составе диджея? Первая вопрос о Рипа. Сегодня у него есть плановый арест? Или у него есть какие-то проблемы с ним? Нет. Рипа был болезнен. У него есть проблемы с здоровьем. Поэтому мы приехали в гим. Мы сделали вармап. Мы видим, что он не чувствует хорошо. Так что мы решили, что мы решили, что он отдохнуть. Я думаю, что в следующем году он будет готов. Липа приехал в зал, он переоделся. Он практически был готов к идти на игру. Но у него есть небольшие сложности со здоровьем. Это не с его телом. Это, скорее, простудное. В следующей игре он должен быть готов. Второй вопрос. У вас есть информация о диджее Стефана? Он работает очень тяжело. Он улучшает от дня до дня. Он работает с нашим командировщиком каждый день. Он будет помогать команде. Мы его удивили в таком состоянии, как мы его видели. И где-то не перечислить. Это было очень тяжело. Я думаю, что это было очень тяжело. Я думаю, что мы играли очень хорошо в первой половине. Я думаю, что мы на 10-10. Я думаю, что мы просто слишком много тренировок. Они очень хорошие команды. Наши тренировки ведутся к их, что они скроют на другой стороне. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. В начале первой четверти мы допустили несколько потерь. В первую очередь поздравляю Прометей с победой. Для того, чтобы обыграть Прометей, нужно минимизировать ошибки, которые просто позволяют сопернику убежать быстро, забить легкие очки, где уже невозможно сыграть защиту. И второй момент очень важный – это подбор нападений. 14 потерь у нас и 12 подборов нападений. Я думаю, что здесь немного не совсем точно. Я думаю, что больше у них подборов нападений. Так, по той статистике, которую мой помощник вел. И подборы, и потери. Это слишком большие подарки. Из этого выходит большое преимущество. И Прометей команда с хорошим ростером. Играют быстрый баскетбол. Если ты еще дополнительно даешь им эти легкие очки, то обыграть их практически нет шансов. Поэтому два этих фактора повлияли на то, что сегодня мы проиграли. Продолжаем работать. Готовимся к Запорожью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова